Welcome, welcome. Возможно, последняя игра в этой серии. Матч-поинт у корейцев, у LMS, большие неприятности. Брали интервью у Мэйпла. Забавное было интервью, потому что интервьюер, он же был и интервьюер, и переводчик, и сам же отвечает. Он задал вопрос на английском, потом перевел его на тайваньский. Потом он понял, что он перевел его не на тайваньский, а на китайский. Мэйпл у него спросил, что ты от меня хочешь. Тот говорит, блин, я тупанул, дал ответ от себя за Мэйпла. Потом еще раз задал этот же вопрос, такой на тайваньском. Мэйпл дал совершенно другой ответ, совершенно другой. И этот парень начал извиняться. Это так забавное интервью выглядело просто. И там в чатике говорят, что бюджетный интервьюер от Риотов. Он сам задает вопросы, сам переводит, и сам же на них отвечает. Ну, так на самом деле и получилось. Мэйпл просто постоял, посмотрел на это все. В итоге, ну, все же он дал один ответ, он сказал, что шансы у них есть. Они верят в молодое поколение, в G-Rex'ов и Матим. Все, что им нужно, это выиграть две игры. Ну, это звучит так легко. Очевидно было, что команда корейского коллектива сейчас будет выпущен. Именно КТ-Ростер, самый сильный коллектив на этом чемпионате. И КТ-Ростерсы будут играть против команды G-Rex. Ну и вот G-Rex'ы со своим новоиспеченным топ-плейнером-героем в этом сприте, который, видимо, не особо тащит, будут сейчас пытаться побеждать. Давайте посмотрим вообще, кого он играет, этот G-Rex, потому что так много про него говорят, и так мало мы видели его полезности в игре, что у меня начинает складываться впечатление, что нас обманывают. Потому что он играл на каком-то Синджите, потом он взял себе Мунда, ни разу ничего не втащил. Давайте поглядим, что это за парень. Это тайванец. Его зовут Хэн Юй Тинг, и у него ник Пей Кей. Давайте статистику его глянем. По статистике он G-Rex 6-1, Chagat 4-0, Sion 2-0, Владимир 2-0. А где монстры-то чемпионы? В этом сезоне на Атроксе уже проиграл. Ну, на старом, правда, Атроксе. Это не Атрокс 8-13, который Мунда проиграл, Дариуса проиграл, Синджита выиграл. Или никто она проиграл. Что-то как-то не выглядит этот парень злобным монстром. Может быть, в прошлом сплите он был хорош? Шэн, Мукай, Поппи. Давайте по винрейту поставим. 4-0, Синджит. Ну да, это его лучший чемпион был. Chagat у него очень сильный. Камила тоже неплоха. Эко даже есть. Но это за 2017 год Эко. Любопытно. Любопытно и бесполезно. Зато он играл на азиатских играх. Да, кто не знает, азиатские игры были уже проведены. Финальная часть азиатских игр будет проходить, насколько я знаю, почти в ноябре. А вот отборочные, вот на этот вот ивент, сейчас мы узнаем, кстати, дату. А не, в октябре. Октябрь-сентябрь. Вот такие будут азиатские у нас игры. И в них будет участвовать сборная Китая, сборная Тайваня, сборная Индонезии, сборная Казахстана, сборная Пакистана, которая заняла место сборной Индии из-за конфликта, который там произошел финансового. Там киданули на деньги игроков индийское правительство, ну не правительство, а представители Риутов, или я не знаю, кто они там были, видимо, неуполномоченные представители Риутов. Они не заплатили игрокам, которые должны были бесплатно тренироваться в буткемпах и бесплатно ездить по странам, чтобы играть за сборную. А они за свои ездили, эти индусы. Потом они обратились в главный офис Риутов и сказали, а когда нам деньги заплатят, мол, мы тут как бы играем, а денег не получаем за свои езди. Мы, конечно, не против представлять свою страну таким образом. Но мы, насколько знали, нам должны были заплатить. И Риут такие, что? Вообще-то мы выделили деньги вам. И там началась просто жесткая тема. Сразу дисбан всей сборной Индии сделали. Игроки из-за этого пострадали, потому что они пробились. Но будет теперь сборная Пакистана здесь играть за место Индии. Сборная Саудовской Аравии, сборная Кореи, конечно же, и сборная Вьетнама. Ну, то есть, по факту, здесь будет четыре сборные медали между собой разыгрывать. Золотые медали на азиатских играх. Это мини-олимпийские игры, кто не знает. И киберспорт здесь представлен. Представлен не только Лига Легенд. Кто не знает, там CSGO, Хардстоун еще есть. Ну, а здесь, видите, были конкуренты Япония, Гонконг и Макао. Но они не пробились, потому что Китай, Тайвань и Корея заняли позиции повыше. Ну, и по статистике, вот 8-2, 8-2, 8-2. И был тайбрэк, где корейцы победили и Тайвань, и корейцы победили Китай. Составы, кстати, можно здесь тоже посмотреть. Китайцы были представлены. Лэтми, Малакжи, Жао Ху, Узи, Майка, Минк и тренер Ау Рон. Это тренер команды Royal Never Give Up. Тайваньцы, ПК, тот же самый Bye Bye Morning. Мэйпл на миде, Бетти Свордарт на ботлэйне, Вархаус, тренер команды как раз-таки Flash Wolf. Корейцы, да, кто не знает. Кин на топе, Скор в лесу с Пенатом, они там делили позицию. Фейкер на миде, Рулер Скор Джейм на ботлэйне. И два тренера были Эдгар и Зева. Эдгар это тренер команды Джен Джи. Ну, Самсунгов бывших. У японцев, я парочку игроков знаю, но этих что-то я не знаю. Вот Эви знаю только. У Макао вообще игроков не знаю. Можем казахскую сборную посмотреть. Пока у нас там игра не началась, затягивает время Риута, потому что понимает, что это может быть последняя игра на сегодня. Фроскоренко будет у нас, кстати, комментировать вместе с Атлусом и Разом. Подложили, конечно, свинью индусам. Хуже, чем Пакистан, для них никто не могла быть заменой. Ну, да, у них же там еще и религиозные конфликты между Пакистаном и Индией. Конечно, такая глупость получилась. Ну, наверное, раньше надо было обращаться игрокам, а не после турнира, когда они уже получили путевку на чемпионат. Они обратились и спросили, а деньги-то когда? Если бы они раньше обратились, сразу. Они заплатили сначала за себя, за жилье, за еду, за все остальное, за буткемпы, которые они сами же организовывали. Тогда было все по-другому. Джасты будут первыми, подсказывает мне. Для комментов я говорю, что джастов надо первыми ставить. Вчера, когда вы меня спрашивали, я думаю, под фейк-аккаунтом спрашивал меня, а кто там у нас? LCR спрашивал, да, получается? Алтёр же там сидит, с командами общается. Под фейк-аккаунтом спросил, кого бы ты выставил первым на финал между турками и СНГ-регионом. Я сказал, что я бы Джаст выставил первыми. Либо Рокс, либо Джаст. К Роксу я больше относился все же, но Джаст, мне кажется, могут как раз встретить бой в лицо. А потом я бы поставил Роксов. И только на самый последний матч ставил бы Гамбитов. Капец, ездили за свои деньги, пробились, а им еще и дисбант сделали, им хоть заплатили. Ну, насколько я знаю, Риуты почти всегда платят по долгам. Риуты в этом смысле похожи на Ланнистера. Скорее всего, Риуты им заплатили, и игроки остались при своих, но из-за того, что Федерация подставила команду, они не могли команде разрешить участвовать дальше. Понимаете, да? Это как была ситуация с конфликтом в американской лиге, когда тренера и менеджеры тоже киданули на деньги несколько команд американских. И тогда пришлось дисбант делать этих команд. Как бы, да, все рейтинги у них были. Там были даже не самые худшие команды, там плей-офф команда была даже. Ну, пришлось делать дисбант полнейше. А игрокам, ну, выплатили все, что есть по контрактам, и дали им возможность вернуться в ЛЦС Америки, в другие команды. Ну, их там быстренько раскупили, кого куда. Так что, здесь та же самая история. Просто, ну, если вы Федерацию, как бы, отказываетесь от Федерации, как эта Федерация может дальше участвовать в чемпионате? Это логично, по мне, абсолютно правильный поступок. Другое дело, что обидно вот игрокам, которые действительно отыграли, выиграли себе путевку, а потом оказалось, что... Ну, возможно, даже эти игроки про себя уже подумали, а может, и нафиг это надо было оставить как есть? Типа, ну, сами заплатили, сами приехали бы на чемпионат, зато сборную бы представляли Олимпийские игры как-никак. Там турки пришли в чатик на русские трансляции и спамят за своих. Ну, так это хорошо для русской трансляции, что я могу еще сказать. Спасибо туркам, которые пришли на русскую трансляцию и спамят. Ну что ж, Грэгсы у нас на синей стороне, Катеросерсы на красной стороне, на Свейн на топ-лейне пока что, но вряд ли он там будет. Грагас был взят для рейза, и Вуджи взял пока Браума. Браум, скорее всего, будет, конечно же, на бот-лейне играть, я думаю, все же таки с Вейном. Команда Катеросерс взяли киндредку против Грагаса, добрали Варуса для дефта, и Смэб взял для маты Том Кенча. Неплохой пик, но это какие-то все автоатакеры издалека. А кто же будет танковать-то у команды Катеросерс? Виви, когда видео сделаешь? Какое видео сделаю? Минус, кстати, на Владимир минус от Рокс. В этой игре мы их не увидим, и Релли, и Дариуса тоже не заметим. И у нас появляется Том Кенч, Тристана, Кагмав, Кейтлин. Что он тут пикает вообще? И останавливается на Калисте. Ну, ничего себе. Да. Калиста. И Пейкей, вы помните, мы только что смотрели его статистику, он предпочитает таких более танковых инициаторов, чемпионов. Скорее всего, он возьмет Орна в данной игре, раз уж они взяли Калисту. Надо хоть как-то усилить ее подкидывание. Другим подкидыванием огромное количество ТЦ-эффектов у команды Крэкс. А у команды Катеросерс пока просто Синдра. Синдра, которая попала в контр-пик против Свойна. Правда, что значит попала? Она сама себя туда засунула. Катеросерсы, вы хотите слить игру, или что это такое? Я понимаю, конечно, воодушевленность английских комментаторов, потому что приятно посмотреть на четыре дальнобойных чемпиона против Хар-ЦЦ с этапа команды Грэкс. Но если Грэксы, не дай бог, отстоят линию вровень, они сметут нахрен команду Катеросерс. Что это такое? Это самоубийство, ребят. Четыре дальнобойных чемпиона, у которых пул здоровья будет не больше 1500, против чемпионов, у которых 1 СЦ-эффект, 2 СЦ-эффект, 4 СЦ-эффект, 5 СЦ-эффект, 8 СЦ-эффект. И при этом есть еще Адекерри, который их будет разрывать. Это реально ужасный пик, но очень агрессивный пик у команды Катеросерс. Они могут, конечно же, выиграть эту игру. Но это будет крайне тяжело. Есть к ауту команды Катеросерс. Это хорошая лейнинг-фаза с мидгеймом. Но если они проиграют лейнинг-фазу, никакого мидгейма у них не будет. Просто не будет существовать. Одновременно с этим, если они проиграют мидгейм, у них не будет существовать лейтгейм. А тут эволюция их чемпионов крайне низкая по отношению к эволюции чемпионов команды Грекс. Чем больше Грексы будут находиться в этой игре при равном счете, тем выгоднее для них, потому что у них стандартный 5 на 5 сетап, где они просто начинают, как используют вот это слово, смэш. Разбивать. Разбивать просто противников в пух и прах. Даешь 4 клятвы рыцаря Тамкенчу. Вот о том и речь. Один Тамкенч не справится в защите всей этой вашей команды. Ну поглядим. С одной стороны здесь вроде как есть Кенредка, которая будет гоняться за Грагасом. С другой стороны Кеннон, который будет зажимать Орна под вышку. И Грагас так как будет зажат. Ой, какая у нас реалистичная белка. Если это белка, что это вообще было. Джерексам нужна только победа. Команде из региона Кореи достаточно победить одну игру. Ну, у них матчпойнт двойной. Не обязательно даже сейчас победить. Можно и следующую игру победить. Водушевленность английских комментаторов меня реально смущает. Но она скорее всего связана как раз с тем, что они радуются чемпионам, которых давно не видели. Не видели они Синдра от Юкала. Не видели они Кеннона от Смэба давным-давно. Адэшного с Пушинкой. Кстати, Пушинку взял Кей. А почему он взял Пушинку? Мне кто-нибудь объяснит? Может, они поняли, что после победы СКТ победа в кармане и не палит страты в предстоящем матче с Китаем. Кстати, вот насчет этого весьма вероятно, что вы правы. Потому что команда СКТ сыграли через Галлио. И чем еще больше усугубили возможность бана в Галлио в игре, ну, этого Галлио для команды СКТ. Мата вместе с Дефтом устраивают ловушку, но они, правда, по вардам пробежали. Поэтому Стич вместе с Куалой пойдет просто на ботлейн. Сильный, кстати, ботлейн у команды Грэкс, но они немножко вне позиции сейчас. Их тут закидали скиллшотами. Второй левел они возьмут позже. Они даже не успели нормально на крипов, хотя тут в Мату попала кушка от Куаллы. А Скор у нас красного бафа через Трайбуш. Обходя Краба, идет делать синий баф. Продон видит, что Краба здесь забирает Райз, собирается выходить и играть в Майт Войну. Начинает бить Райза и забирает этого Краба себе. Райз решает отдать его, не рисковать. Интересный ход от Скора, кстати, на заметочку. Он начал с красного бафа с пулом Кеннона. И после этого, обойдя через Трайбуш, пошел в синий лес оппонента и на Краба одновременно. И не показывал свое местоположение. То есть, гипотетически, жанглер оппонентов вообще не мог знать, где он. Хороший ход. Здорово, Виви. Корея фигню уже пикнула. Неужели ЛМС возьмут карту? Ну, лейтгейм полностью за Грэксами. Я там процентов 75 отдаю за ними. Я не знаю, как можно вот с этим сетапом победить вот этот сетап. Но другое дело то, что лейтгейм фаза сейчас такова, где Рейс позади. Кендрэдка может его гонять, она сильнее его. И где Кеннон может загонять под вышку Орна. Это тоже преимущество. Скоро решил Краба забрать, увидев, что Краб все еще на месте. Он видел также, что не были забраны Рапторы. Немножко он не понимает, где Грагас. А Грагас, видите, у нас пошел вот таким путем. Он обворовал Волков, но не пошел в синий лес. Дофармливает до конца. Кстати, наверное, это была ошибка. И решил вот сейчас Бека встречаться с Кендрэдкой. Он только второй уровень. Кендрэдка третий. Кендрэдка обворовывает у него Рапторов. Рейс не получает себе здесь лавала по-прежнему. Но тут сложно не нагнетать, ребят. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что корейский коллектив Катеростерс на этом чемпионате выглядит просто неостановимо. Также нельзя забывать о том, что просто корейцы сильнее ЛМС региона изначально оказались. Но не нагнетать нельзя из-за вот этого пика. Слишком уж плохо все. Если бы они играли против равного себе соперника, именно равного себе соперника, я бы тут просто смеялся и уже смотрел бы на эту Кендрэдку, которая с пятью фармом там бегала, с восьмью. Ей бы заинвейдили лес, скорее всего, оппоненты. Просто пробежали бы с инвейдом Грагас Орном и предложили бы Кену, но Кендрэдке, давайте посражаемся один на один на первом уровне. И оба они бы отошли, отдали бы красный баф. После этого бы Краба не успела она забрать. Сейчас бы бэкалась там с 16 крипами вместо 28. Но индивидуальный уровень игры выше у команды КТ Ростерс, и они смурфят на этом чемпионате, прямо вот скажем. Английские комментаторы говорят, что они хотят, чтобы КТ Ростерсы выиграли просто из-за того, что победа СКТ должна значить хотя бы что-то в этом турнире, потому что до этого победа СКТ не значили, в общем, ничего, что с ними, что без них команда корейская занимала бы второе место, понимаете, да? Соответственно, они хотят, чтобы СКТ, ну, где-то, получили бы, ну, толику своего уважения. А так они же одержали победу над флэш-вульфами, это реально историческая победа для них, наконец-то. Если КТ Ростерсы разгромят сейчас команду Грэгс, то вот она, вот она победа СКТ, которая привела к этому. Но здесь у Юкала небольшие проблемы. Идет у Лин. И он остается в живых. Я хотел сказать, что у Юкала проблема, потому что на него сейчас Грагас выйдет, но никаких проблем не оказалось. Товардайв номер два организовывает команда КТ. Правда, делают они это через Кендретку, Кендретка погибает, но от Экзекюта-то! Да что это такое-то, боже мой! Ну, как так-то? Вообще все идет плохо у команды Грэгс. Я болею за Грэгсов просто потому, что хочу побольше игр увидеть между этими командами, между Кореей и ЛМС. Если сейчас все закончится, то сейчас все и закончится. Вы понимаете, что будет 3-0, и ЛЦК будет готовиться к завтрашним играм против Китая. И там будет посерьезнее соперник для них. Но, блин, совсем все отвратительно. Напоминает Сулоку против прогеймеров. И вправду. Смурфы, играющие в Голтэлла. Легкий тавардайв Юкала на шестом уровне. Свейна. Свейна умирает. И Юкала остается в живых. При этом еще станет и Райза. Пошла инициация на Смэб. Нет, он с флэшом, подождите. Почему-то я думал, что он без флэша. Но, видимо, и так же думали Грексы, поэтому решили его за Таурдайвить. Ничего не вышло. И скоро решают тогда пойти обворовать Красный Лец, где Красный Баф только что апнулся. Погнали комментировать РУ после этого. Ну, во-первых, РУ я могу комментировать только с турецкого телеканала, а не с РУ телеканала. А, во-вторых, у меня особого желания этого нет делать. Но вы меня можете замотивировать. Замотивировать цифрками. А желания нет, я объясню почему. У меня Америка еще сегодня ночью. Я устану. Блин, шикарный стан он, кстати, по Грагосу прописал. Из-за этого Грагос не смог добраться, кинуть на него никакие скиллшот. Просто у меня еще, ну, Америка ночью, вы же знаете. Я лучше пойду отдыхать и потом Америку, чтобы бодрячком откомментировать. Но он тут Юкал дает ульту по Стичу-Стичу, выживает. Его пригрывает Куала, но они разваливаются. Варус добирается до жертв своих, забирает всех. Вуджи подходит, дает ульту, но это ульта просто, чтобы посмотреть, насколько быстро будет убегать команда ЛЦК под вышку. Да. Но это односторонка, забейте. Они просто взяли лейнинг-фазы неплохие и громят на лейнинг-фазе за счет своего джанглера. Еще одна победа Киндредки, ребят. Но это та самая победа, которую можно не учитывать. Потому что, ну, Киндредка... Знаете, здесь вместо Киндредки мог быть Лисин, и он бы сделал то же самое. Могла быть и Лиза, и сделала бы то же самое. Какая разница. Любой чемпион, который скоро умеет играть. Кейт тут делает оллинг по Смэбу, дает по нему дабл. И неплохой урон, но Смэб ответочку проносит не хуже. Слезы падали на щит и с дождем смешались. Давайте продолжим это четверостише. Слезы падали на щит и с дождем смешались. Кто его сможет продолжить идеально, тот получит ничего, как обычно на моем стриме розыгрыша. Всегда самые интересные и самые реалистичные призы. Зато я вас не обманываю. Какие у нас там есть? Ну, там любой глагол подойдет, кстати. Любой глагол подойдет на слово смешались. У меня не выспавшийся мозг, поэтому у меня что-то не работает он. Но надо явно добавить что-то про ЛМСовцев, которые проигрались. Даллэйта тут никто не дождет. Что такое глагол? Не вправду, что это такое. Пока неизвестно. У меня есть чай, ребят. Вот я предлагаю его вам всем выпить. Кто с щитом пришли к КТ, те и обосрались. Ну, вот примерно такое я глагол и искал. Молодец, ты единственный, кто вообще хоть что-то... Ну, или облажались. Те и облажались, чтобы не было грубых слов. Облажались тоже подойдет. Опа, Куала здесь с Жоню нажал. Отчего не совсем ясно. Но так или иначе, Райт здесь. Райт шестой уровень. Шестой уровень стичь, шестой уровень и Браум. Но они вроде как воевать не будут. Тем временем, Кендрэдка на 10-й минуте была забрана уже Кендрэдка. И она тут же вызывает. Геральтка, точнее, я сказал, Кендрэдка была забрана Кендрэдкой. Кендрэдка забрала Геральтку на уже 10-й минуте. Геральтка сейчас сломает вышку еще на минде. Юкал свободно играет на этой линии. Развлекается. Вышечка падает. На следующую вышку тоже не успеет Вуджи, скорее всего, остановить Геральтку. Поэтому встал перед ней, но Геральтка больше не останавливается перед чемпионами. В свое время она останавливалась. Это было специальной фишкой, которую можно было использовать. Можно было просто идти вперед перед ней. Она никуда не пробегала тогда. Теперь она не останавливается перед чемпионом, только перед мапцами. Но при этом сделали Риот и другой. Зато баф ей. Еще один баф ей. Теперь даже когда у нее мало здоровья, она все равно 1-3 здоровья снимает у вышки. А где Паун? Паун в запасных. Давно уже. Юкал крепко занял эту позицию основного мидера, и он реально хорош. Чуть ли не лучшего игрока сезона получил. Получил бы, если бы он стартанул прошлый сплит с самого начала. Но я думаю, в этом сплите ему светит лучший мидер сплита. Это точно. Он и по MVP сейчас на первом месте идет, насколько я помню. Хотя нет, там у Джин Джи на первом месте мидер. На втором он. На бутлейн сместилась вся команда Грэгс. Четвером они пытаются сломать вышку. Синдра просто пушит мидлейн, и у нас решает команда КТ. Ростер сделает 3 в 4 ол-ин. Свейн, правда, улетел, так что это 3 в 4 было бы, но Грэгсы испугались и отошли, и вышку даже не успели добить. Придумайте мне ник для чернокнижника Гнома. Ну, как бы логично. Гом, чернокнижник. Ты же хотел для Гнома. Как тебе, Ник? Отличный, по-моему. Главное, он будет привлекать внимание других игроков. Они будут смотреть на него и думать, о, тот самый. А разве Паун не травмирован? Не знаю про травмы ничего от Пауна. Знаю только одно, что Юкал лучше него играет. Минус вышка на бутлайне светит у нас здесь. Побаивается Дефт идти дальше. Бросила его команда. Главное, его бросил Тамкенч, который должен был бы его проглотить и спасти. Решили немножко отойти на дракона, потому что тут смещается ЛЦК. А сколько у нас стаков? Четыре стаков скоро. Первую пассивку он себе получил. Последующие все пассивки будут. Каждая третья добавляться. Каждый третий стак. И еще пару крипов он может лесных позабирать. Куплю гараж. Куплю гараж, да. Это шутка из КВНа. Паун лечит спину. Он даже на стримах перерывов между играми вставал со стула и стоял всегда. О, как. Ну, насчет этого. Я могу точно сказать, что когда его заменяли, возможно, и была причина, что он заболел. Но теперь это уже не причина. Потому что Юкал реально играет лучше Пауна. Возможно, он будет вторым мидером реально игровым. Сейчас его даже в запасных не берут с собой. Вот на этот чемпионат приехал второй запасной. Это Джанглер. Команды КТ Ростерс. Они привезли с собой к скору Раша. Правда, Раша так и не выйдет, чувствую. Ни разу на этом чемпионате. Ну, тут совсем грустная игра. Ой, синий баф пошел регенерироваться. Побежал. Пытается скорого все еще добить. Не дает ему восстановить здоровье до конца. Но там слишком высокая регенерация бросила на это дело. На Лигопедии даже есть информация, что Пауна ушел в инактив. Ну, вот видите, я об этом и говорю. Что если начальной была действительно причина из-за болезни, то Юкал был и продуман командой КТ Ростерс. Вот они вот классно сделали с точки зрения медиа. Я вам рассказывал, как появился Юкал у команды КТ Ростерс. Они взяли себе из челленджера нового игрока Юкала. Когда они почувствовали, что может быть Пауна надо заменить, а может быть действительно у Пауна начинались уже проблемы со спиной, это точно не было сказано нигде. Они начали выпускать ролики на своем канале относительно Юкала. Выпустили ролик того, как он играет на Азире. Выпустили ролик, как он играет на Зои. После этого они сделали с ним интервью. И только тогда они заменили Пауна на Юкала. И Юкал не провалился в первый игровой день, в первую игровую неделю даже там. Зашел отлично, и все встретили его с радостью, потому что они до этого уже знали об этом человеке. А как делают другие команды? Просто выпускают игрока. Охрененный план. И что дальше? Что делать болельщикам, которые... Ведь у каждого игрока есть свои болельщики. Как они должны встречать нового какого-то игрока? Зачастую они встречают его в штыки. Мол, куда дели там кого-то? Мы сейчас не про Метюса даже говорим. Там-то вообще другая история. Мы просто вот говорим про замену, которая может появиться. Вот, например, СКТ Вульфа выпустили в лес в прошлом сплите, предварительно ничего не сказав о том, что Вульф, оказывается, тренируется в лесу. Вульф отыграл плохо в лесу, и его встретили все в штыки, и в итоге Вульф больше в лес ни разу так и не пошел. Почему? Да потому что, ну, не получилось. Хотя там пытались они обратно уже... Обратно это время не вернуть. Они пытались сказать, что вот Бланк тренировал его играть в лесу, бла-бла-бла. И все начали говорить, если Бланк его тренирует играть в лесу, почему сам Бланк не может поиграть в лесу? И вправду. Логично же. А вот если бы Бланк сначала выпустил ролик, видео, где Вульф играет в лесу, и он сказал бы, этот парень хочет шатколить, этот парень хочет играть. Ой, я уже старенький, я могу только передать ему свои знания, так я играть явно не смогу, как он. Вот это было бы неплохо, ребят. Вот это было бы классно. Они же этого не сделали, вот тебе и микроменеджмента нет у большинства команд, вот этих вот маленьких фишечек, пиар-фишечек, которые сохраняют фановую базу и показывают зрителей, команды, точнее, показывают зрителям, что они им важны, фанаты эти. Какая невозмутимость перед кривой ультой Грагаса. Он старался. Не мешайте Грагасу, он только начинает играть в Лигу Легенд. Хотя Райс уже играл в Лигу Легенд на чемпионате. Сейчас я скажу, из какой он команды. Рейс, Рейс, Рейс. Из КДМов он, да. Он в команде КДМ, Канг Дю Монстерс был в основе, два сезона был в основе. КДМщики вылетели из чемпионата Кореи. Вы знаете, они проиграли команде как раз Гриффиндоров. Гриффиндорцы их выбили. И после этого Рейс ушел оттуда и переехал в Тайвань. И теперь играет за команду Грэкс. Лейтгейм все еще за командой Грэкс, но лейтгейм начинается с 35-й минуты. Посмотрите на время, тут только 19-я минута. Да, они остановили сноубол. Всего лишь 6000 преимущество команды КТ Ростерс. И гипотетически, если продержаться 20 минут еще команде Грэксов, они смогут разбить лицо. КТ Ростерсам даже имея хуже механику. Почему на этом Рифте нет команды Джен Джи? Потому что Джен Джи заняли пятое место в регулярке в прошлом сплите. Здесь участвуют только те, кто заняли четвертую и высшую позицию в чемпионате своей страны. Ну, не страны, а своего региона. Что за Гриффин? Это просто такие молодые таланты. Да, это молодая талантливая команда, которая пробилась из челленджеров. Хотя у них там есть и старички в команде, вот прям старички старичковые, такие, знаете, по 3-4 сезона, которые уже в Лигу Легенд играют на про-сцене. Но есть и талантливый молодняк. Они пробились на чемпионат со статистикой 14-0, пройдя по челленджерам 10-0 и потом, выиграв 4, Бест оф 3, проиграв только одну игру, кстати говоря. Дальше они начали побеждать всех подряд. И сейчас у них статистика 6 побед, одно поражение. И это одно поражение было от команды КТ Ростерс, кстати говоря. КТ Ростерсы победили их, по-моему. Или не КТшники. Да, не, не, КТ, КТ их победили. Я еще пытаюсь помнить. СКТ они одолели. Кинг-зонцев они одолели. Мы как раз это стримили вместе с Заком, как они играли против команды Кинг-зон. А потом неожиданно КТ Ростерсы хопа такие и нагнули 2-0 команду Гриффинов и сказали, ну, ребят, вы слишком молоды еще, чтобы тут тягаться с нами, бодаться с нами. Сноубол не остановили, преимущество как раз лоток и растет. Ну, оно не так растет, как могло расти. Пошла инициация, Куала делать будет ульту по Юкалу. Хорошая, кстати, защита, но у Стича большие проблемы. Он делает флэш в трех игроков без Браума и это потерянный дракон. Ну, хотя бы никого не потеряли из игроков. А Стича у меня несколько вопросов. Что он хотел сделать вообще? Там Англия... Франскуренко говорит, что он настоящая лаки старт. Ну, то есть, ему дико повезло, что он флэшнулся и остался в живых после этого. Как у Своена работает стак его ульты или чего там пять зарядов? Насколько я понимаю, от того, сколько игроков вокруг находится. Он набирает ее. Я за Своена не играл, поэтому мне будет тяжело прям дословно объяснить механику. Но если он даст ульту рядом с кучей народу, у него будет она с большим зарядом и когда взорвется, будет больше урона. Тут он Смэба ловит. Смэб вынужден был нажать ульту, уходит Джоню. Грага сдаёт хорошую ульту, но Матовы проглатывает своего партнера прямо в последний момент и погибает у нас Калиста, которая потратила флэш и всё вообще потратила. Просто так уходит в ульту Кенана вся команда. Ой, не ульту Кенана, а ульту Кендредки вся команда. Катеростерс остается они в живых. 5-0. И, скорее всего, вышку эту можно было бы добить, но решают они отойти. У Рейза, кстати, есть флэш, и там телепортация идёт, чтобы ловить Скоро. Скоро немножко вне позиции. Грэп замедляет его и ПКшник идёт сверху. Ещё одна ульта с подкидыванием по трём игрокам. Нет, промахивается мимо всех. Так, а Рейс в него верил. Идёт уже телепортация сюда. С мэба, с мэб, с фулл ХП будет. Это минус Уорн. И этот Уорн, вы называете его лучшим игроком чемпионата Тайваня. Он не попал ни по кому ультой сейчас. Что это было? Я заметил, что у команды Джен-Жи тоже Краун ушёл на второй план. У них теперь Флай играет на первых позициях. Да, всё верно. Флай, который был раньше в команде американской Флай Квест, забавно, да, но он был именно в американской команде Флай Квест, Флай Мидер. Теперь играет в основе команды Джен-Жи и играет гораздо лучше, чем играл в команде Флай Квест. Классно отыграл здесь Мата. Спас игрока. С мэб с флэша дал автоатаку, но там Браун прикрыл. Куала, кстати, хорошо играет на Брауне, это я вижу. Здесь главная проблема у команды Грекс. Мне кажется, это топ-лейнер и джанглер. Вот они что-то вообще не доигрывают. Кеннон, Кенред, Каллиста в одной игре, проклятие. Да, у меня они все на одно лицо. Вы знаете, я часто путаю Кеннона с Кенредкой и с Каллистой и сейчас, когда они все в одном матче, запутаться для меня совсем уж легко. Скорди сразу три объекта решает забрать. Сколько у него, кстати, стаков? Шесть. Шесть стаков у Кенредки. По-прежнему, значит, в лесу может появиться стак, до семи стаков появляются лесные крипы, а потом начинают появляться только объекты и только убийства игроков. Так что Кенредка еще есть и что пособирать в чужом лесу. Правда, ей не прет. Все стаки у него прямо из-под носа утаскивают. Ей бы тогда сейчас килл лучше сделать какой-нибудь, чтобы на наш стак перекинулся. Get over here! Да, Фроскоренко немайсик дала. А, кстати, возможно, это стак? Нет, там Грага, стак. Процентный урон пошел по стичу, стичу замедлили, очень много урона. Куала успела его спасти, утаскивать стичь его на спасение. Выживает у нас команда Грагс, но сейчас они уже отстают 8 тысяч по золоту. Это уже приличное такое отставание к 25-й минуте. Тяжеловато это будет камбэк, но старт игры был очень слабый для них. Знаете, низкий старт, я бы так сказал даже. Показывают нам, что Катаростерсы меньше всех, умирает на ревтревелсе. Всего лишь 0,15 смертей в минуту от них. То есть за, получается, 10 минут они полтора раза умирают. Вот такая вот статистика. Забавно. Ой, тут у Пейки проблема. Это минус Пейки. Что-то как-то резко пять игроков команды Катаростер здесь оказались. Он шел останавливать Юкала. Скоро выбежал с этой стороны. Пролетел Там Кенч вместе с Дефтом с той стороны и Кеннон тоже прибежал. И пять игроков его легко убили. Кстати, без Орна осталась команда Грэкс и будет, скорее всего, минус Ингибитор. Поднимается наверх спокойно ЛЦКшники. Флэш идет инициация с ультой от Дефта, но никого он ей не задел. Можно здесь побоевать. Хорошая ульта от Грагаса. Вот сюда бы сейчас ульту Браума, но он протормозил. Пошла ульта Кеннона. Проблема у Вуджи, но Вуджи нажимает ульту, выживает. Какое-то время можно будет сделать сейчас взрыв по нескольким сразу игрокам и успевает все-таки Кендретко спасти свою команду, выпрыгивает быстренько Кендретко из своей собственной ульты, но Вуджи флэшается за Синдры и добивает ее. Вуджи может дальше продолжить погоню. У нас есть ли возможность сделать телепортацию на Нашора и забирать его? Конечно, есть, но это слишком рискованно. Слишком битая команда Грэкс и, конечно же, ЛЦКшники не будут здесь реколиться. Они останутся здесь с этим здоровьем. Там еще печеньки по пути Смэп их пожирает. Пингворды надо было выбить, надо было забрать с этой стороны Скор поджирает немножко крупных печеней. Пошла инициация. Орн, твой выход! Подкидывание по двум игрокам. В этот момент Куала зонит Скоро. Скоро станет. Надо его убивать. Скоро пытается убежать, но у него ничего не выходит. Хотя выйдет. Слушайте, он убежит. Его никто не трогать не будет. Да, забили на него. А зачем он нам нужен? Когда есть Нашор? Отправляются на него. Дефта тоже не добили. Блин, как же они не доигрывают. Грэксы. Они могли тут забрать трех игроков, а забрать только одного. Пикей пытается отзонить Смэба. И в этот момент команда ЛЦК понимает, что, наверное, доприкалывались. Надо было чуть поаккуратнее играть. Хотя это я так думал! Дефт вместе со Скором вылетает и забирает всю команду ЛМС. Ой-ой-ой-ой-ой. Зачем ты туда флэшнулся, друг? Это все было, ребят, задумано. Так и задумывали. Калькулитед, пишет в чат, сейчас Скор. Мы так и задумывали, когда шли убивать этот ингибитор. Проиграть тимфайт пять в четыре. Пострадать. Потерять игрока Тамкенча. Заставить оппонентов забрать Нашора. Попытаться забрать Нашора. Потом прийти и в два игрока убить пятерых. Да не, что-то грех. Это Сильвер какой-то. Ну, не идет игра у ребят. Не будем к ним относиться так прям серьезно, потому что не забывайте, что они команда ЛМС региона номер четыре. Где это команда номер четыре? Мэтт Тим команда номер два, а Мачи и Еспорт команда номер три. Мачи сегодня уже проиграли. Флэшвульфы проиграли. Команда номер четыре сейчас тоже проигрывает. Но их отмечали как сверхагрессивную команду, но мы не видим этой агрессии вообще. Я не знаю, где эта агрессия. Почему английский комментатор говорили, что они любят играть в Лигу Легенд через убийство, потому что они играют через убийство самих себя по ходу. Подсказывают мне, что они вообще-то номер два. Да? Странно. У меня неправильно записано, значит. Я, наверное, не по плей-оффу ориентировался. Это неправильно было с моей стороны. Ну, правда, уже нет смысла переписывать здесь на листочке все. Все, какая разница? 3.12 у нас счет, кстати, сохранили статистику команды Кэтеростерс полторы смерти за 10 минут. За 30 минут они умерли три раза, должны были умереть четыре с половиной раза. Но еще успеет, я думаю. Сколько стаков у Скоро, кстати? Скоро нам не хотят нажать. Он кинул сейчас стак уже на Свейна, видимо всех остальных он поубивал по нескольку раз. 14 тысяч преимущество Кэтеростерс плюс нашор баф и убитый ингибитор сверху. Два даже убитых ингибитора сверху. Это проблема. Надо давать финальную битву Грексам, нельзя здесь терпеть. Пошла инициация. Попытка убить Кен Редку, куча подкидываний, куча урона, но это все бессмысленно, когда Кенон жив и залетает вас сзади. Как правильно сказал английский комментатор, это просто лаки-дэй для Кенона, который залетает со спины и дает ульту по четырем игрокам. GG, ребят, победа ЛЦК над ЛМСом 3-0. К сожалению, флэш-вульфы не смогли одержать победу, а другие команды предсказуемо проиграли. сегодня вечером будет еще Америка, а сейчас отправляйтесь, ребят, смотреть, как играть будет РУ СНГ, РУ СНГ или ЛЦК, ой, ЛЦЛ, прошу прощения, как угодно можно этот регион называть, против Турции, Турции, ТЦЛ. Но у меня трансляция до вечера заканчивается, я пойду отдыхать, но тоже сам посмотрю их игры краем глаза. Ну, а вечером Америка, чемпионат, финал Риф Тривелс продолжается, а завтра у нас будет финал между ЛПЛ и ЛЦК, который, ну, обещает быть интересным, потому что вы видите, что были победы у ЛЦК над китайскими командами, только РОЛ НЕВР ГИВАП были довольно сильные, и это опять же, они были сильнее против кингзоновцев, возможно, кингзоны не в своей тарелке, мы же не видели, как остальные команды будут играть. Ох, будет завтра заруба, я думаю, там будет 3-2, в чью пользу, пока не знаю. Ну, а мы идем на отдых. с высотой без накида, на дне, без накида.